Виталий, приветствую тебя на нашем очередном совместном, ну почти стриме, разве что он только не в прямом эфире, но мы оперативно стараемся добавить запись к нам на канал, чтобы все были в курсе о тех возможностях, которые мы с тобой видим с точки зрения техники и фундамента. Друзья, я снова призываю буквально ко всем, тем, кто просматривает контент, интересуется такого рода аналитикой, пишите, что не хватает, что нужно добавить, что нужно убрать. Мы с Виталием с удовольствием подстроимся опять же под ваши потребности. Если какой-то актив прям очень вам интересен, но мы его не касаемся и не разбираем по разным причинам, ну может быть потому что не видим там никаких возможностей, мы можем уделить ему внимание. Виталий, давай тогда переходить непосредственно к тому, что было в плане рекомендаций в ходе прошлого нашего с тобой выпуска, ну и к тому, где сейчас, по нашему мнению, скрываются деньги. Так, демонстрация экрана, секундочку. Так, вроде... Прошло. Замечательно. В качестве двух прошлых идей, на которые я обращал внимание, это была нефть, это был фунт. Собственно, я сегодня эти идеи как бы транслирую и дальше по нефти, WTI. Я даже сейчас не буду открывать график, потому что там селл-стоп был, мы по этому ордеру в рынок не вошли. Сегодня я хочу обратить ваше внимание, друзья, на ситуацию на рынке нефти с позиции Brent. Очень я ждал реакцию трейдеров на экспирацию июньских фьючерсов, допускал, что ситуация может отчасти повториться тем, что мы видели по итогам экспирации майских фьючерсов. Конечно же, я не идиот, я прекрасно понимал то, что на отрицательной территории мы не уйдем и мощные исходящие динамики не увидим. Но какую-то коррекцию должны были дать, учитывая то, что рынок вот за последние дни, а в частности, если посмотреть дневной таймфрейм, с начала месяца Brent уже вырос больше, чем на 35% и вообще не дает практически никакой более-менее заметной коррекции. Мне кажется, очень лихо задирает сейчас рынок, прям такой тотальный, невероятный позитив о том, что все будет замечательно и здорово, мировая экономика восстановится, преодолеет последствия пандемии, дальше будет 50 и 100 долларов за баррель. Ну, что-то неладное здесь. Я думаю, что с этим позитивом его нужно сохранять, позитив это всегда хорошая штука, но нужно оставаться при этом еще и реалистом относительно того, что сейчас происходит. Я, честно говоря, сегодня даже на брифинге сделал акцент на то, что, возможно, позиционный я теперь покупатель по рынку нефти, поскольку я коррекции не дождался и после экспирации, но в рынок заходить не стал сразу. Я обозначил уровни стоп-лосса, с которых я выхожу, это по максимуму вчерашней торговой свечи, там на отметке, одну секундочку, 35-70. Буду ждать хорошей точки входа. Мне кажется, что этой хорошей точкой входа могут оказаться уровни вот в диапазоне вот этой зоны проторговки, которая практически 30, даже 29-31 долларов за нахабарок. Если мы в эту зону придем, соответственно, я буду на долгосрок нефтянку покупать. Сегодня я, как уже отметил, допускаю, что рынок может начать развивать коррекционную динамику, потому что сегодня у нас еще и локальная статистика запаса нефти США. По прогнозам нас ожидает очередная неделя прироста, и почему бы не использовать, опять же, эти данные для того, чтобы скорректировать рынок нефти. Я предлагаю сделку селл-стоп с уровня 34-20, сегодня стоп-лосс забросить на хай, скажем, который в этой зоне примерно, ну, чтобы ровные были значения, если мы по 34-20 входим, 35-20 это в качестве стоп-лосса. А в качестве тейк-профита обозначить как раз скопление здесь границ, это в районе 31,5. Да, рынку нефти нужно будет очень лихо пройти, но если нам удастся поймать хорошую точку входа для коррекции, я думаю, что эта сделка автоматически станет еще и фактически среднесрочной сделкой. Будем надеяться, что рынок скорректируется. И что касается второй идеи, которая у меня была по фунту, я предлагал продавать фунт стоп-лосс, был на отметке 1,2170, вот, к сожалению, рынок добрался до этого стоп-лосса. Сейчас я снова обращаю внимание трейдеров на динамику фунта, потому что фунт явно не добил своих целевых значений, которые, на мой взгляд, сейчас лежат где-то в районе отметки 1,20, но может быть чуть повыше, это в качестве такого перевалочного фунта. Если мы доберемся до этих уровней, там уже видно будет, стоит ли сохранить короткие позиции еще, скажем, ниже. Но пока что в качестве сделки, сегодня вот пробили буквально мы почти только что уровень 1,2250, такая мощная часовая свеча. Сейчас восстанавливаемся, я думаю, что будет повторный отбой от этой границы, поэтому можно заходить прямо с текущих уровней. И по тейк-профиту это значение 1,2050. Что касается стоп-лосса, можно обозначить чуть выше хайл свечи, там 1,2310, я в принципе уровень даже уже выделил. Почему по фунту я скептик? Потому что у нас заряжены недели на статистику. И вот опять же, сегодня в 9.00 по московскому времени, практически недавно, вышли данные по инфляции. Если инфляция снижается, как базовые значения, так и основные индикаторы с учетом и продовольственных товаров, и ценные энергоносители. Чем ниже инфляция, тем выше шансов на дополнительное стимулирование. Поэтому сейчас оправдно ожидать то, что Банк Англии будет действовать дальше проактивно, чтобы поддерживать экономику. Если вам, друзья, не нравятся данные по инфляции, завтра активность в производственном секторе, в сфере услуг и еще через день это роничные продажи. То есть в этих фундаментальных отчетах точно можно будет найти достаточно топлива, чтобы продавить фунт еще ниже. Мы вот с тобой, Виталий, увидимся, получается, в следующий понедельник, то есть когда уже вся эта статистика минует, и, наверное, уже можно будет объективно поговорить о том, какие вышли недельные по итогам всей недели данные, и повысилась ли вероятность того, чтобы Банк Англии начал снижать процентную ставку и снова увеличить программу количественного смягчения. Я оцениваю специальные фьючерсные контракты на снижение процентной ставки. Поэтому буду, друзья, держать вас в курсе, но самое главное сейчас не мудрить, не считать то, что негатив по фунту уже отработан, и более низких значений мы не увидим. Увидим, самое главное вовремя войти, и полагаю, что текущее значение очень подходит для открытия вот этих коротких позиций. Виталий, на этой ноте тебе передаю слово. Видно экран? Да. Итак, всех приветствую. Сейчас обсудим те идеи, которые я давал на прошлой битве, и дам новые идеи. Итак, в прошлый раз я говорил о покупках евро против столицкого доллара. Скажем так, идея не отработалась, но я делал один акцент на то, что желательно подождать, как закроется, получается, понедельная свеча. Потому что мы ее в моменте покупали, идей каких-то дополнительных не было, поэтому это, скажем так, с умным контрактом по золоту было. Я говорил, что если вот эта красная свеча закроется пин-баром, то у нас есть шансы уйти наверх. Ну, хотя бы как вот вчерашняя свеча, да. Она закрылась практически поглощением медвежьим, да. И я так и сказал, если будет закрытие медвежье поглощение, то рынок, скорее всего, уйдет вниз. Он немножко ушел. Но как идея, скажем, она не отработалась. Я покупал где-то в этом диапазоне утром в 10 утра, да, и стоп-лосс за вот этот минимум пятничной идея не сработала. На текущий момент, в принципе, зависит сегодня от рынка. Я думаю, что евро-ауди, это, скажем так, комментарий к этому инструменту, есть хорошее накопление. Но, в принципе, если евро-доллар сегодня будет улетать в космос, то, я думаю, и потянет за собой и данную кросс-пару, скажем так. Если не ошибаюсь, сегодня какие-то новости от ФРС будут или нет, Артем? Да, протоколы в 21.00. Да, да, поэтому, возможно, будет хорошее движение по евро-доллару, ну, по индексу доллара, я думаю, повлияет на евро-доллар и на евро-ауди. Также была рекомендация по евро-доллару, покупка. Она была в диапазоне, так, сейчас посмотрим. Так, ну, где-то примерно 0.8.10, 0.8.20, вот где-то здесь мы встречались утром, вот, 10 ровно. Со стоп-лоссом, я говорил, стоп-лосс ниже пятничного минимума в район 1.07.85, и профит стал небольшие. Это 1.08.50, мы его сделали, первый профит, и второй профит я ставил в вот этот диапазон, 1.08.85 или 90, где-то вот в этот диапазон. Мы ушли еще выше по данному, скажем, инструменту. В принципе, я такие цели ожидал по евро еще с прошлых битв, когда я покупал евро где-то в этом диапазоне. Но, как видим, понадобилось рынку просто до набора какой-то позиции, и он отработал, в принципе, цели. Мы вчера практически сделали 1.10, но там плюс-минус не хватило. И, скажем, добили мы их, да. А потом, что дальше будет, уже посмотрим сегодняшнюю реакцию по данному инструменту. Ну, ты знаешь, мне кажется, что 1.10 даже реально будет с таким ростом, как сейчас идет. Да. Дальше. Что на сегодня? На сегодня я хотел дать рекомендацию по крипторынку. Сейчас весь рынок неплохо отрос, биткоин находится на хаях, это одно смущает. Есть инструменты, которые там эфир хорошо отрос, биткоин практически немножко, но остался, скажем, риппл. Есть набор позиций небольшой, и, в принципе, у него есть шанс еще тоже немножко уйти наверх. Я думаю, что можно его сейчас с текущих купить, это 0.20, 20, и стоп спрятать за минимум 0.19, получается, 20 поставить, где-то примерно 0.19, 0.0. Точнее, давайте чуть ниже поставим, вдруг будет какой-то вынос. Я думаю, что здесь есть возможность с этого накопления сделать какой-то рост хотя бы в район 0.21 и, скажем, в район 0.22. За эти максимумы, то есть это в районе 6-7 мая, возможно, вот это накопление, оно себя отработает. Ну, посмотрим, потому что в последнее время со всех топовых криптовалют, которые вот там с долларом связанных, биткоин, все время хаи показывают, а они чуть-чуть не дотягивают, но некоторые есть, которые тоже добивают свои хаи. Поэтому это первая рекомендация будет на сегодня. И плюс, ну, доллар-франк, я его вчера, скажем, шортил, он очень медленно падал и вынесло мне по безубытку. Там он возвращался вечером, потом как-то переключился на ланги, они не идут. Я думаю, что в связи с этим на текущий момент евро-доллар все-таки, возможно, он выстрелит наверх на этих новостях, потому что каких-то предпосылок вниз технических там есть, треугольничек, да, можем отбиться. Так, вот это, да, вот если евро-доллар на текущий, просто если торговать трендовый, то, скажем, можно торгнуть в шорт. Но я бы подождал, допустим, сегодняшних новостей, если будет заходящий сильный импульс вниз, хотя бы ниже 1.0880, и там уже пятница, понедельник уже бы говорил что-то по евро. Так оно скорее смотрится на пробой данного инструмента, поэтому вот у нас по доллар-франку еще не отработалось, скажем, вот это все накопление. Конечно, оно такое опасненькое. Я бы выставил селл-стоп в районе 0.9660, если будем пробивать вот этот минимум прошлой недели, и, скажем, со стоп-лоссом, ну, небольшим, 0.9710, скажем, 50 пунктов. И цели у нас для падения, если мы его будем пробивать, давайте одну цель поставим большую, это 0.9590, скажем, вот такая небольшая цель, посмотрим, что с этого накопления получится, потому что пробуют его пробить. Конечно, могут сейчас вот на текущем выкупить его, не будем с текущих продавать, поставим селл-стоп, и то же самое получается евро-доллар, если будем пробивать там 1.10, возможно, пойдет сильный импульс наверх, и дальше там какой-то более глобальный рост. Ну, об этом уже поговорим конкретно пятница на открытом микрофоне, или уже с понедельника на битве, если будут какие-то более конкретные данные. Поэтому на сегодня остановимся, рекомендация это Ripple Long и доллар-франк селл-стоп на шорт. Виталий, спасибо тебе за твои рекомендации, соответственно, давайте, друзья, вместе продолжать следить. Действительно, день сегодня тоже интересный, и протоколы, которые выйдут поздним вечером по московскому времени, то есть реакцию, скорее всего, нужно будет ожидать. Вообще сейчас реакция доллара на то, что отмечается регулятором и личным руководителем ФРС Жерома Павла, она несколько выше, чем мы привыкли. Ну, может быть, это и хорошо, потому что если рынки вялые, они неинтересны, если рынок хоть на чем-то ходит, это уже неплохо. Виталий, хотел тебе еще предложить в качестве, как бы, идейки, рассмотреть в следующий раз, вот очень много и к брифингам, моим комментариям, относительно того, что с золотом происходит. Золото прям очень круто ходит. Может быть, ты что-то найдешь с точки зрения техники, было бы интересно. Я, соответственно, в следующем понедельнику что-нибудь по фундаменту подготовлю. Хорошо, да, да. И давай прокомментируем. Золотишко – самый волатильный актив этой недели. Спасибо тебе еще раз за совместный эфир. Хорошего тебе закрытия недели и хороших выходных. До понедельника. До понедельника. До свидания.